По традиции в последнее воскресенье октября в России День автомобилиста. Его отмечают работники автомобильного транспорта. Хотя он давно уже перерос в нечто большее, его считают своим и автолюбители и те, для кого машины стали настоящим хобби. В преддверии праздничной даты наш корреспондент встретилась с человеком, который уже более 10 лет коллекционирует и восстанавливает ретро-авто. Выпускник исторического факультета Тверского госуниверситета, увлекающийся историей развития техники Алексей Смирнов, 11 лет назад решил приобрести старенькое авто. Им стал 401-й «Москвич», требующий ремонта. После «Москвича» Алексей приобрел американский «Бьюик» 40-х годов. Редкий «Бьюик» был, семиместный, с перегородкой между водителем и пассажирами. То есть это такой большой длинный лимузин американский. Они поставлялись у нас перед Великой Отечественной войной и в качестве трофеев их очень много привезли. К сожалению, тоже восстановить у меня тогда еще не было ни сил, ни средств, потому что у него там очень сложно был деревянный каркас. Пришлось его продать, чтобы купить абсолютно другой автомобиль. Это «Пакард Сыкс», который снимался как раз в фильме «Прощаться не будем». На нем ездил Андрей Мерзликин со своим личным водителем, то есть у нас по Калинину, по Твери. За ним последовали и другие машины. К слову, автомобили, которые восстановил Алексей, можно назвать звездами отечественного кинематографа. Так до военной «Шевроле» можно увидеть в сериале «Власик», «Тень Сталина», в фильмах «Осенью 41-го» и «Прощаться не будем». Недавно Алексей приобрел «Виллис МБ», о котором давно мечтал. Этот американский внедорожник времен Второй мировой войны часто можно встретить на фотографиях военных лет, на киноэкранах и документальной хронике. Автомобиль еще при жизни стал настоящей классикой. «Виллис» — это автомобиль-легенда, который использовался на всех фронтах военных действий. То есть их использовали в Советском Союзе, их использовали при высадке в Нормандии, их использовали и на Тихоокеанском театре военных действий, и даже в Африке их использовали именно во время Второй мировой войны. То есть эта машина действительно легенда. Это как у нас есть полуторка, фронтовой грузовик, который перевез, можно сказать, всю войну. Вторым таким, можно сказать, это «Виллис МБ». Предыдущий владелец авто редко его использовал, поэтому машина осталась в достаточно хорошем состоянии. Этот образец американского автопрома сделали в 1942 году. Конечно, не обошлось без изменений в оригинальную версию. Однако многие детали остались как с конвейера. И одна из таких проблем, которая у «Виллисов» есть, сгнивал кузов, и люди делали просто подобие, чтобы похоже было. А в данном автомобиле, задняя часть автомобиля, она сохранилась в хорошем состоянии. В простом на вид кузове военного внедорожника имеются свои особенности. Главное из них – полное отсутствие дверей, складной брезентовый верх и откидывающийся на капот автомобиля лобовое стекло. Рамка лобового стекла опускается для того, чтобы можно было воздухом управлять данный автомобиль. Вот так вот. Оп! Вот так уже классически. Фары «Виллиса» несколько утоплены относительно линии решетки радиатора. Эта деталь напрямую связана с особенностью их крепления. Разворачивается. Здесь проводы должны были быть свободны. Она разворачивается в обратном направлении, для того, чтобы на фронте солдат мог произвести ремонт как раз автомобиля. Это только реализовано вот на «Виллисах». В ближайшее время Алексей планирует восстановить автомобиль. Обновить краску, починить старые детали, заменить шины. К слову, машины, которые Алексей уже восстановил – это «Пакар», «Шевроле», «Мерседес» – можно увидеть в музее-автокомбинат в Можайском районе Московской области. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!